Привет, друзья, товарищи! Как мы и обещали, мы делаем вам туториал по бисеру, как же плести вот такие вот обалденные бусы, браслеты, кольца, но не серебряные. Чтоб вы понимали, для этого туториала мы специально перекрасили, перелакировали, смотри, как хорошо, опять сказала, этот стол, чтобы он выглядел красиво, дорого, богато. И также накупили гору бисера, чтобы вам показать разные цвета. По бисеру из Татарстана. И бисер, и нам была гуманитарная помощь. Машулькиной мамы, она приехала, она ради этого и приехала, чтобы вы понимали. Она ради меня приехала. Ну, ты так думаешь. И нам дали гуманитарную помощь еще бисера. Спонсор нашего сегодняшнего ролика Машина мама. Спасибо. Машина мама, спасибо вам большое. Мне кажется, что наш с вами туториал будет как подкаст. Бисерный подкаст. Каждый из нас будет делать мастер-класс по одному из видов плетения. Как всегда, Машулька, давайте обозначим уровень нашего с вами подготовки. Я супер начинающая, поэтому сегодня я вам буду показывать мастер-класс, как же плести ромашки. Юля, немножко попродвиньте меня, и поэтому она будет вам показывать, как плести вишенки и еще что-то. И еще что-то, она нам не говорила. И вот прям вот хардкор. Это Машулька, потому что Маша у нас любит все тяжелое, все сложное, поэтому кто любит посложнее, это все к Маше. Если что, я оставлю тайм-коды, вы можете чекать, и что вас интересует, то и изучать, и плести. Бисерный подкаст. Для начала, что нам, собственно, понадобится? Как ни странно, но бисер. Берите любых цветов, которые вы хотите. Можете брать крупные, можете брать маленькие. Леска, берите любую леску, но не супер тонкую. У нас это 35 миллиметров. Она такая, среднячок, все проходит. Дальше, из основного зажигалочка, чисто для этого, ни для чего больше, просто зажигалку, чтобы отпаять. Пинцетик, сейчас вы знаете для чего. Ножнички какие-нибудь любые, Бимочка, спасибо, что ты кушаешь за кадром. Также какие-нибудь чеплашечки, крышечки. Смотри-ка, скажи, чеплашечки, да? Вы знаете, вообще такой слой. В общем, крышки, куда вы сейчас это будете еще рассыпать. Самое важное, когда мы впервые делали, мы не учли того факта, что нам нужны застежки. Поэтому, ребята, я вам сейчас подсняла, как они должны выглядеть. Тоже берите небольшие. У нас это застежки. Обычно, короче, застежки, если что, они называются металлические занки для бус. Но это не все. Вы думали, что это одна застежка? Нифига подобно. Вам еще одна нужна застежка, но мы ее возьмем из браслета. Оху-юли. Чтобы у вас как бы был замочек, крепление, понимаете? Надеюсь, вы подготовились. И начинаем, собственно, плести. Бисерный подкаст. И первый, самый простой... Уже ж нормально. Да я не могу, ты так долго разговариваешь, у меня ноги затекли, я уже устала сидеть. Ну, просто пялится в точку. И самый базовый начальный уровень покажу, естественно, я. Мы будем сейчас с вами плести ромашки. Принцип везде один и тот же. Если вы будете делать колье, браслет или кольцо, везде мы делаем одинаково. Единственное, что в колье и в браслете мы можем добавить вот эти вот лепесточки зеленые, скажем так. А в кольце их как бы не нужно. Для начала определите, что вы из этих трех вариаций будете плести, потому что нужно вам сразу определить, сколько будете брать длины лески. Ну, я вам покажу на примере колье. Если хотите взять браслет, берите леску поменьше. На кольцо там вообще остатки вам хватит. Возьмем примерно так, как у нас сейчас Юлия мерила. Аршин. С цветами определите, сколько хотите. У меня будет три базовых. Это для сердцевинки, это розовый у меня будет для самого цветочка, но зеленый это вот как бы лепесточки назовем так. Начинаем делать цветочки и сразу делаем крепление, вот этот карабинчик. Берем три, продеваем это все. Далее мы берем карабин, на котором все будет держаться. Его продеваем. И оставшиеся три лепесточки цветка. Раз, два, три. Да, будьте очень внимательны, весь бисер он не одинаковый, то есть какой-то может быть круглый, какой-то может быть квадратный. Берите для лепесточков примерно одинаковые лепестки, иначе у вас будет как-то криво все выглядеть. У нас что получилось? Ничего. Три лепестка с левой стороны, карабин и три лепестка справа. Теперь нам нужно их все объединить. Каким образом? Берете любую край левую или правую, пока не важно. И продеваете через оставшиеся три и карабин. То есть у вас должны быть собраться лепестки вверх. То есть мы с вами берем любой край, продеваем через три лепестка и дальше через карабин. Вуаля, у нас пока с вами что-то получается, какие-то лепестки. Дальше пошло самое сложное. Берете, опять же, пока не важно, каким вариантом, влево или вправо, одну бусинку вашей сердцевин. В моем случае это желтый. И дальше. То есть вот у нас что пока должно получиться. И тут самый важный момент, нужно вам отчитать три и на четвертую продевать. В моем случае это как будет выглядеть? У меня получилась вот эта сердцевинка. Сейчас мне нужно три пропустить и вот в эту четвертую как бы продеть бусинку. Сейчас вы поймете. То есть вот я отсчитала и беру и продеваю вот в эту. Тем самым оно у меня станет посередине. Все, отлично. Первый цветочек готов. Теперь вот этим маленьким краешком, который у вас получился, вы можете закрепить этот карабин, чтобы он у вас никуда не прыгал, не ехал. Просто берете и начинает себя витать. То есть вот так вот можете пройти. Ну то есть закрепите, закрепите, чтобы у вас этот край туда-сюда не прыгал. Дальше вы потом сможете сделать узелок и это все еще с зажигалочкой пройти. Что мы делаем? То есть вот у нас получился закрепленный карабинчик. Дальше. В зависимости от того, что вы делаете. Вы делаете колье или вы делаете браслет. Хотя тут да, если вы делаете браслет, то вот эти вот зелененькие штучки вы берете поменьше. На колье вы берете побольше. Например, у меня в колье тут 5. Браслет у меня 2. Ну давайте возьмем 5. То есть беру 5 зеленых бусинок и просто тупо продеваю. Мы это делаем для того, чтобы у вас не сильно было все приплюснуто. Все эти цветочки, чтобы красиво было. Заметили, мы плетем с вами одной леской. То есть не двумя нитями, а одной. Что мы сейчас делаем? Опять берем 6 розовых лепестков. 5. 6. Вот, 6 у меня собственно лепестков. Отлично. Дальше мне их нужно собрать. Собираю каким образом? Я беру первую розовую бусинку, вот которая у меня она была. И продеваю через нее леску. Чтобы у нас собрался цветочек. Вот ее продеваю. Подтягиваю к остальным сородичам. Отлично. То есть теперь мне нужно взять сердцевинку желтый цвет. Беру одну желтый цвет. Так, раз. Отлично. Продели. Теперь что мне нужно сделать? Я отсчитываю 3 бисеринки. Считаю 1, 2, 3. И на четвертую, именно в четвертую я продеваю. Тем самым она сейчас станет в середину. Продеваю. Если что, могу помочь пальчиками своими стать ее. Ничего страшного, если она у вас будет немножко выпуклая. Вот из-за того, что у меня примерно диаметр у желтого и розового цвета одинаковый, он у меня стоит вровень. Но если вот, например, посмотреть у меня на колечке, то у меня оранжевые бусинки, они чуть больше были, чем белые. Поэтому с рецептами у меня оранжевый чуть-чуть выходит. Ничего страшного, у всех будет свой индивидуальный, у всех будет свой шарф. Тем самым у нас появился цветочек. Заваливаться за горизонтик, ничего страшного не будет. Опять берем 5 зеленых бисеринок. Можете взять 6, можете взять 7, в зависимости какого у вас. Крупный, бисер, маленький, бисер, неважно. Я беру 5. Продеваем. И дальше опять делаем цветочек в сердцевинке. И таким образом у вас получится что-то подобное. Плетите до такой длины, которая вам нужна. Вы хотите, чтобы у вас было порохнуто. Или такое, как у меня, колье. Ты сейчас так забыла ее колье, что ли? Я не поняла. Как арго, цепарго, да? У вас хотите, чтобы массивное было, тогда поплетите поподше. Следующий моментик. Вот вы доплели, наплели. Как же это все закреплять? Таким же образом, как делали карабинчик, берем вот эту вот коль-лайчку. Оба. Берете вот это вот кольцо. Я надеюсь, оно в сжатом виде вы не брали старого браслета, как мы с Юлей. Можете его соединить. Вот просто. Ну вот представьте, что мы все доплели. Да, ничего страшного, что пока оно у вас как-то криво в рось в кость идет, потом оно у вас выпрямит. Скорее всего, вы сильно перетянули. Или, может быть, что-то... Джорджик, ты вышел, да? Или что-то не дотянули. Ну, первый раз, блин, комом. Собственно, у меня в пятый раз тоже комом. Вот мы что-то там доплели. Теперь что мы делаем? Мы делаем примерно то же самое, как делали первый раз. Набираем лепесточков, да? Вы можете взять сначала три лепестка. Так, раз, два, три. Берете вот это вот кольцо, закрепляющееся, продеваете. Ну, оно сейчас будет ходить худуном, ничего страшного, вы подправите. Потом опять три розовые бисеринки. Ну, или те бисеринки, которые отвечают за лепесток. Раз. Вы делаете кольцо. Вот видите, съезжает, да? Ничего страшного, можно подогнать. Вот это примерно посередине. Мы делаем вот это вот кольцо. Сейчас, чтобы эти лепестки у нас стали. Также делаем сердцевинку. И тем самым опять у вас оставшийся там кусочек лески, который остался. Вот там, может, крохотулечку, смотря какую длину взяли. Тоже заплетите, оплетите, чтобы у вас все ровно, крепко держалось. У вас получится хорошая закрепка. Дальше, вот когда вы все это наплели, намутили, берете, узелки навязываете, отрезаете и подпалите хорошенечко зажигалкой, чтобы у вас края были более округленные вот этой лески, иначе будет сильно колоться. Если вы захотите делать кольцо, как у меня, вы просто не делайте вот этот вот мостик надежды зеленый, да, или какого вы там взяли. Сразу друг за другом делайте цветочки. Время от времени, пожалуйста, проверяйте длину, подгоняйте, и у вас все получится. Бисерный подкаст. И следующий, кто будет плести, у нас будет плести Юлечка. Юлечка, быстренько расскажи, что сейчас будешь делать? Ну, вишенки и еще что-то. И еще кое-что пойдет. Чтобы сделать вот такие вот у нас прекрасные вишенки, черри, черри, черри леди, мы для этого берем одну зеленую бисеринку, так вот, оп, и две красные. Одна зеленая, две красные. Потом мы берем, вдеваем леску только в зеленую, с другой стороны вдеваем и тянем. Вот такая вот у нас прекрасная вишенка получилась. Мне так нравится. Оп. Вот так вот у нас будет ожерелье. Потом мы вдеваем 8 белых, но можно больше, можно меньше, кому как нравится. Поэтому мы вдели вот это 8. 8 белых бисеринок. И продолжаем плести. Берем, получается, еще раз. Один зеленый, две красные. Так вот это берем, продеваем только в зеленую, с другой стороны, получается, как бы типа а-ля круг. Опа-на. И все. Вот у нас вишенка получилась. И протягиваем ее к остальным собратьям. И продолжаем плести. Длина уже какую хотите, какую выберите. Так, чтобы закрепить, мы одеваем. Берем одну зелененькую. Дальше. Само крепление продеваем. И только после этого мы вдеваем две красные. И тут мы делаем абсолютно то же самое. Не обращая внимания на вот это крепление, просто игнорируем его. И опять вдеваем зелененькую. О. Дели. И с другой стороны делаем тоже так же. Я просто забыла. Только там уже берем вот такой вот этот кружочек. Тоже вдеваем сначала зеленую, потом кружочек и две красные. И протягиваем. И вот у нас будет вот так вот закрепляться. Бисерный подкаст. Далее мы плетем росточки, по мнению Дарьи. Ну, это вот так она их называет, росточками. Я буду сейчас делать цветом вот таким. Для этого мы берем лесочку. Также примерно метр. Вдеваем сразу же, не забываем вдевать туда вот такое вот крепление. И сразу же делим, делим, делим на... Ну, короче, просто... Как это называется? Пополам. Пополам. И будем плететь вот таким вот двойным плетением. Так. И сразу же вдеваем. Выбираем сначала, какой цвет будет основным. У меня основной будет вот этот. Вдеваем. Вдеваем, получается, одну бисерину в две нити. Вот так вот это притягиваем. И вот у нас будет это начало. Начало положено. Дальше мы берем одну нитину. И вот уже в ваш основной цвет вдеваем три штуки. Обязательно три. Желательно, чтобы они были одинакового размера. Так-то раз-то. Два. И три. Вот в деле три. И, да, в другую леску тоже вдеваем три, мне кажется. Подписчики, помню, что я вообще разговаривать не умею. И на другую сторону тоже так же делаем другую. Так вот это вот в деле. Вот так вот у нас должно получиться. Сейчас. Такие, такие вот. Буковка В на английском. Теперь мы их соединяем. Лески как лески соединяем. И опять вдеваем. Ну, я желтый вдеваю. Опять в две. В деле. Протянули. Так, ну сначала может показаться, что оно не очень. Но когда оно много соберется, будет очень, даже очень. И продолжаем. Так же вот так вот. Раз сюда три. Раз сюда три. Соединяем. Один. Еще раз покажу, чтобы закрепилось. Так вот это мы в деле. Вот это вот у нас получилось. И потом вот мы опять их соединяем. Вот так вот. И опять вдеваем. Желтую. Бим, что тебя тут так привлекает? Скажи, пожалуйста. Принцип-то понятен. Вот вы доплетете, и у вас получится вот такой вот красивый вот такой вот жеребий. Оно такое прям элегантное. Бисерный подкаст. Последнее, что мы делаем, это кольцо. Для этого мы берем леску поменьше. Так, берем три. Сначала три бисерины любого цвета, какой вы захотите. Я делаю все монотонно. Если вы захотите, можно сделать вообще разные цвета. Три. И пытаемся сделать что-то типа разместить наполовине. Свернуть пополам. Вот это. Вот так вот. Дальше мы берем еще одну бисерину. И другой лес мы продеваем накрест. Крест-накрест, короче, делаем так вот. Так вот у нас должно получиться. Вот такая штучка. И вот такой вот крест у нас должен получиться. Вот такой вот крест. И дальше все очень легко. Надеваем одну бисерину. С одной стороны. С другой стороны. Надеваем опять бисерину на одну леску. И надеваем бисерину. И делаем крест-накрест опять. Тянули. Ну так вот это должно получиться. Видите, два крестика. Вот. И опять мы вдеваем с двух сторон. С каждой стороны типа на эту леску одну бисерину. И вот на эту одну бисерину. Потом мы просто их скрепляем. Вот так вот уберем бисерину. Еще одну. Вот так вот продеваем другой уже леской, чтобы получился вот такой вот крест, крест-накрест. И тянем. И вот все, продолжаем сюда одну бисерину, сюда одну бисерину и крест-накрест. Вот примерно вот такое что-то у нас получилось. Чтобы закрепить, мы просто берем одну сторону лески, продеваем на, получается, другой конец. На начало берем, продеваем. И смотрите, прикол в том, что у меня бисер из того, что тоненький, не влезает вторая леска, поэтому я ее продеваю просто с краю, с другой стороны. И все это дело мы затягиваем и вот здесь вот распрямляем уже. Тут делаем узелок, подпаливаем. Вот такое колечко у нас получилось. Бисерный подкаст. Завершающий этап нашего с вами бисероплетения остается за Маришкой. Она Мария Петровна, она же Марик Гринч, она же Машулька. Машуля, что ты сейчас будешь плести? Не знаю, что. Уровень подготовки марша. Видите, мастер-класс у нас от Маришки. Это вообще хард-режим. Сейчас она будет показывать, как лепить лечком-малечком или накрепленчиком. Давайте я дополнительно поставлю схемку. У нас Маришка делает туториал. И по туториалу! Тут 4 сбоку должно быть. По 4 ряда должно быть. 4 ряда. И типа каждый ряд ты делаешь ромашку. То есть одна сверху, другая снизу. Начинаем мы просто с зеленой. Первая. Короче, 2 зеленых. Одна белая. И опять зеленая. Получается, 4 нужно собрать. Надеваем одну. И вот этот конечек маленький, который опять сюда. Просто закрепляешь ее, чтобы она не... Дергалась. Здесь поджечь надо. Получается, что две зеленых. Одна белая. Опять зеленая. И опять белая. И теперь в шахматном порядке. Нужно надеть в белую. Две зелененьких. Одна зеленая, одна белая. Остается. И опять в белую надеваются. Как объяснить? Шахматном порядке. Вот так должно идти. Через одну надевать. Получается, что должен получиться рисунок. Потом идет опять зеленая, и через одну нужно вдеть. Так, получается, здесь два ряда. Один ряд, вот второй. Получается, в первом ряду 4 штучки, во втором получилось 2. Теперь идет третий ряд. Уже получается, мы уже можем сначала только белую, потом серединку в желтую добавить. Получится цветочек. Так, получается, третий ряд, одна зеленая, потом опять белая идет. Сейчас уже короче рамошку делаю. Получается, половину работы мы в желтую добавили, серединку. И три должно быть с этой стороны. Получается, мы сейчас опять, ну, вот здесь ниточка из белого выходит. Нужно здесь еще одну белую и продеть в желтую. Получается, через одну вдевать. И так продолжать рисунок. Продеваем в желтую. Пропускаем одну, получается. Вот, теперь пропускаем вот эту белую, вдеваем в зелененькую. Берем белую уже, зеленую. Здесь опять берем зеленую и продеваем белую, опять через одну. Теперь, чтобы закончить ромашку, у нас получилось 5 лепесточков и одна сердцевинка. Тоже через одну продели. И вот здесь нужно беленькую еще одну добавить. У нас получится целый цветочек. Так, продолжать все, теперь ромашка. Потом начинается с зелененькой. Да, добавляем зеленую, опять через одну. И получается, вторая ромашка будет внизу. Опять наверху, внизу. Бисерный подкаст. Сейчас мы вам показали различные туториалы, что вы можете сплести. И специально мы вот прям вот как знали, как гадали, сделали сейчас это в виде подкаста, чтобы вы успели доплести, какой из вариантов вы сейчас только что выбрали. И я предложила девочкам то, что у нас получится, разыграть. Прикиньте, так что сейчас мы это все довяжем, доплетем и придумаем какой-нибудь разыгрыш. Ты зачем зеленую взяла? Так я зеленую-то притрую. А, у меня тоже зеленая. Ну давай посередине найдем компромисс. Как все началось? Все началось с того, что мы решили устроить вечеринку Марии на день рождения в виде детских увлечений, девчачьих таких. И одно было там как раз бисероплетение. И нам с Юлей так понравилось, что когда закончилось у Маши день рождения, мы еще несколько дней подряд садились вечером, включали что-то на ютюбе и при этом плели. Я до сих пор это ношу, мне нравится, и это прикольно. Многие почему-то считают, что изделие из бисера выглядит как-то по-детски и дешево. Хотя, вы видите, сколько продают вот эти изделия из бисера. Маша, это красивое кольцо. Да Маша, как всегда у нас вот, я заметила, Машенька у нас впереди всегда идет. Нам приходится по несколько раз туториал смотреть, а Маша, там все понятно. У меня вообще такие простые медиа у тебя, так вообще что-то сложно. А ты ходила в детство на бисероплетение? А я ходила? Я проходила, плела мышек всяких. Рандомный факт, когда мы что-то начинаем делать, в Биме очень нужно покушать во время нашей съемки. Когда я делаю разбор, она кушает, вот даже сейчас мы записываем. Юлечка, а ты бы что хотела вам рассказать? Я хочу пожаловаться. Я специально для этого тут... Диайвая. Диайвая, подкаст, как хотите называйте, заказала бусины с буковками. Вот тут вот, допустим, на русском и на английском языке, чтобы какие-нибудь словечки прикольные еще вплести. И я хотела сделать, если вы шарите за Гарри Стайлза, у него есть в клипе вроде бы Golden, было жемчужное ожерелье. Вот такие вот ожерелья, и там было плетено слово Golden. Я хотела сделать такое себе ожерелье. Я заказала английские буковки. Знаете что, мало того, что они одного цвета все... Хотя там было на картинке нарисовано одним цветом, я не знаю сейчас Юлю, почему он претензии кидает. А, так там всего пять букв позиций. Пять позиций букв, там каждый, вот там, например, у нас X, шесть штук, допустим, может быть. Там X, S, K, O, V, L, ай, все. То есть ничего нет. Дальше Z, V, 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 V. Ни Golden не соберешь, ни Гарри Сталс не соберешь, ничего не соберешь. Просто нужно быть внимательным. Мне кажется, ты читала комментарий, может там не ты одна такая. Да в комментариях там просто фотки выложили, вот пришло. Ай, че? Это то же самое, знаете, как на Алике пишут, типа, ну, если пишут отзыв. Я люблю писать отзывы, я не знаю, как вы, я обожаю писать видео отзывы. Я вам фотографирую и отправлю его. Вот, ну, чтобы люди, как я, зашли, прочитали, посмотрели фотографии, стоит ли покупать, не стоит. И я вот заметила, если это не русскоязычный какой-то пользователь закупил этот товар, он просто поставит там 5 звезд и всё. Нет, он может выложить фотку там, где отснято где-то в туалете. Размыто на Nokia 3.2 мегапикселя. И написать cute. И ты такой, что cute, какой размер, какое качество, что, что, ты cute. И наши, вот я заметила, русскоязычные пользователи, они прям всё распишут. Прям всё распишут. Мне кажется, этот выпуск выйдет на минут 50. Я очень переживаю, будете ли вообще это смотреть. Потому что мне в последнее время очень нравится такое смотреть. Но, опять же, я не знаю, я не вы, вы, не я. Зайдёт он такой или не зайдёт. Но, во всяком случае, имейте в виду, видосики я это сделала. То есть я вам обещала, обещала. Маш стол покрасили ради такого мероприятия. Я потеряла 200 калорий, пока мы красили этот стол. Слушай, ну это очень крутая штука с Apple Watch'ами. Вообще, стоит ли брать Apple Watch'и? Потому что у меня есть вот такие фитнес-браслеты. И он, в принципе, тоже считает клараж. Но не в таких масштабах, как у тебя. То есть не так точно. Поэтому ты уже носишь их с февраля месяца. Так, давай, твой вердикт. Стоит, не стоит? Что клёво, что не клёво? Таких денег он не стоит. Сколько стоит? Купил я за 16. Если бы он стоил хотя бы 1,008, то да. Вообще, вполне себе. Ну, за 8,000, иди к Xiaomi бери тогда. Ну, потому что, может, я не раскрыла до конца все функции. Не понимаю. Может, действительно, там, ну вот ограничено как-то. Ну, не знаю. Заряда он держит очень мало. Два дня максимум. Да, он, конечно, считает тренировки вот эти все. Ну, ты не тренируешься. Нет, почему? Он считает ходьбу. Я когда выхожу, допустим, куда-то в магазин, с метро к метро на работу, я ставлю тренировка ходьба, и он прям считает. Погоди, а если ты вот не поставишь ходьбу, он что будет делать? Типа, ничего не посчитает? На самом деле он тоже посчитает, но так это пойдет ко мне. Там есть еще достижения разные, тебе дают награды. И это у меня идет в награду, что вот, допустим, за такой месяц ты столько-то занималась, столько-то тренировок было, выполнила. Вот я собираю награды, вот мне нравится, что есть награды. Коллекционерка у нас тут вот есть одна. Да, вот он мне вчера говорит, у вас что, тренировка на эллипсе? Или как-то называется, эллипжа? Ну да, круг вот этот. Я говорю, да. Сама стола сидит, трет, трет. Я говорю, да, вот он мне собрал и сказал, молодец, вот тебе награду. Спасибо. Он говорит, первая тренировка за месяц самая. Я говорю, да. Если есть лишние деньги, можно купить. Нет, но не надо. Не надо покупать. Мне кажется, можно купить у Huawei, Xiaomi, Samsung того же самого, что-нибудь подешевле и с таким же функционалом. Машулик, что ты плетешь? Расскажи нашим зрителям. Не знаю, я хочу поговорить с кольцом, просто мне уже какой-то раз в Pinterest попадается. Скажите, пожалуйста, вы умеете пользоваться Pinterest, но вы вообще пользуетесь этой прекрасной социальной сетью? Потому что я, сколько Даше советую, говорю, там очень много классных идей, можно вдохновение. Я только оттуда беру вдохновение, все, моя любимая социальная сеть почти, ну, после TikTok. А Даша не умеет пользоваться. Я не понимаю, как им пользоваться. Для меня очень сложно. Там какие-то доски, что-то какие-то пины. Я когда схожу, я не понимаю. Я, то есть, открыла одно, а мне он показывает еще дополнительно другое. И у меня глаза разбегаются. Я вообще ничего не понимаю. Мне легче, чтобы Юля что-то там нашла, что мне нужно найти в этом Pinterest. Pinterest и все. Джорджик, мама работает, не надо вот этого вот делать сейчас. Бисерный подкаст. Кстати, говоришь, тебе нужна тема для размышлений, фильмы. Мы очень любим смотреть фильмы, у нас есть проектор, и всегда очень сложно решить, какой мы будем смотреть фильм. И каждый раз, да кто-то из нас, обычно я не предлагаю, вы заметили? Я не предлагаю, потому что я всегда люблю на их вопрос, может быть мы посмотрим фильм? Я всегда задаю один и тот же вопрос. Какой? Какой фильм мы будем смотреть? И мы всегда сохраняем подборки в ТикТоке. И знаете что? Мы не смотрим по этим подборкам в ТикТоке. Вот последние пару фильмов, которые мы смотрели, куда они назделись? Кто-то давным-давно хотел посмотреть, кто-то решил вспомнить, что это за фильм. Я просто не люблю смотреть, пересмотреть фильмы. Это у нас Александр по 6 раз один и тот же фильм может смотреть. Я не такая, я не такая. Поэтому если вы сейчас смотрите наш этот бисерный подкаст, напишите пожалуйста в комментариях, какой фильм бы вы порекомендовали нам смотреть. Неважно какой жанр, единственное, что мы очень любим, не важно какой жанр, и при этом я откидываю жанр. Какой-нибудь психологический триллер, хоррор с какой-то непредсказуемой такой развязкой-повязкой. Чтобы тяжело было смотреть. Чтобы можно было порассуждать, покомментировать. Я обожаю комментировать во время просмотра. Особенно Юля от нас с Сашей вешается, когда мы начинаем что-то смотреть. Бима, давай вот ты сейчас от Джорджа отстанешь. Очень сложно снимать, когда, во-первых, с кем-то, во-первых, с Бимой. Бисерный подкаст. Не обращайте внимания, что у нас Моя молчит, во-первых, у Маши что-то сегодня болит горло, а во-вторых, Маша всегда у нас молчит, ничего страшного, мы ее пока не что-то не бьем. Моя ерунда. Моя ерунда, Маша, моргни, если тебя не держат за ножниках. Короче, какая херня, она не получается так, как поход. Я покажу. Хотите показать Машу на херню, посмотреть? Она такая приятная, как антистресс, как поп-ит. Что ты мне дашь за этот поп-ит? Так прикольно. Это ковровая техника, да? Ты же можешь брелок наплести. Маша слишком хорошо делаешь, мы показывать не будем. Следующий вопрос поступил в нашу редакцию. Маш, закрой, пожалуйста, окону выберите. Тихо. Ну тебе дует. А где мне дует? Нет, Маша, мне дует. Вопрос поступил в нашу редакцию. Ну, как же с друзьями. Не так прикольно, как кажется. Ну да, а что не так, что ли? Ну, блин, нет, вам нужно понимать, что... В нашем случае, мне кажется, нам было очень... Нам это легко далось, вот эта первая... Притирка. Ну, потопуха вот эта. Потому что мы и до этого очень часто ночевали друг у друга, тасовались у Наши. Я у Маши частенько была. Поэтому мы знаем, кто как бы... У кого какие привычки. Кто храпит. Кто храпит. Мы как бы привыкли к этому. Но всё равно есть некоторые придирки. У каждого разный менталитет, так скажем. У каждого родители по-разному воспитали. Немножко различаются, всё-таки сложновато. Притирки у всех разные есть. Загоны. Но нужно учитывать все эти факты. Если вы готовы уступать в некоторых моментах, то жить нормально, в принципе. Но если вы человек, который не любит постоянную движуху, шум, что кто-то разговаривает, кто-то что-то делает, хотите побыть в одиночке, к счастью, то лучше сразу брать трёшку, как это сделали мы, и отхапать себе отдельную комнату. Но если вы берёте отдельную комнату, я настоятельно советую сразу же поставить замок. Потому что Сашуля заходит, вообще не важно, какое время года, время дня, суток. Но с другой стороны, прикольно. Вы постоянно что-то новое придумываете, что-то вместе готовите. Ну и чаще всего я заставляю девочек со мной готовить. Медовик, например, в час ночи. А ещё, если кто-то из вас к углу вкусняшку купит, такое что-то... Что-то вредное. Что-то вредное. Мы его рукаем, говорим, ну нахрена ты это покупаешь, ну и сама ешь. Но это вот было моё мнение твоё. Чём приколдесс? Могу вам рассказать такую штуку, что мы до этого с Машей вообще не были знакомы. Ну, в плане нет, мы были знакомы, но мы с ней не общались. Да, мы типа знали друг друга заочно, потому что я училась на музыкальном, ребята учились на программистическом, то есть они втроём одногруппники, и я музыкант. Просто были в одном колледже, и я как бы с Машей, ну, была заочно знакома, я её пугала, потому что я очень громко говорила. Серьёзно, когда мне Юля закела такую штуку из-за того, что мы как бы все в разных семьях воспитаны, я даже не думала об этом, что у нас может что-то произойти. Вот серьёзно, у меня не было такой мысли. Оказывается, ребята, если вас воспитывают по одному, это не значит, что других воспитывают точно так же, и учат чему-то. Например, Александр может не помыть за собой посуду. Мы интересно живём, особенно первый год, это вообще что-то было. Но мы сейчас как бы немножко степенились, мы не орём так сильно, как орали раньше. Я думала, что я буду постоянно кричать, оказалось, что это. И обычно вечером у нас было какое-то мероприятие, но сейчас вроде бы всё помягче. Возможно, из-за того, что когда ты живёшь, кем-то ты потираешься, но я вот не совсем понимала, как вот в общежитиях живут. Я говорю, по-моему, Маш, ты, да, жила в общежитии? Да. Чё, и вот как? Ну, как жила? Я просто приезжала к сестре, она жила у меня в общаге. Я жила в общежитии среди семьи. Ну, это такая, типа, одна комнатка, и там три кровати стоит. Или две, я уж не помню. Но тут такие взаимоотношения просто потому, что пришлось. Типа, первые года, как сестра рассказывала, нормально живётся, а потом уже, типа, тебе надоедает это всё. Нет своего какого-то уголка личного. Поэтому, если вы собираетесь съезжаться с друзьями, будьте уверены, что вы готовы. Вам придётся идти на уступки, и это нормально. И вам придётся учитывать, как Юля уже сказала, в мнении других, как обычно делаю я. У меня есть какие-то планы на выходные. Что-то образовалось, и я, например, скажу, что у меня есть такие планы на выходные, потому что, ну, мало ли Юля такая, блин, а я хотела, чтобы мы все вместе куда-нибудь, допустим, съехались, да? Какие-то планы нужны тоже других ребят, с кем вы живёте, немножечко оповещать. А ещё, если переезжаете, ну, неизвестный город, лучше, конечно, жить с друзьями, потому что много лет, и ты быстрее как-то обватируешься. Типа, если я была одна переехала, мне кажется, мне сложно не было. Я бы вообще не переехала. А что, больная, что ли? У меня нет никого тут. Чтобы вы понимали, горели, как бы, желанием переезда только мы с Сашей. Я вообще не хотела переехать. Маша уговорила я переехать с нами, а Даша уговорил Саша. Я вот не понимаю просто одного, но сейчас я уже привыкла, мне тут нравится, прикольно. Движь-париж, все дела, и погода, и природа, оказалось, мне всё так плохо, как я думала. Но, реально, ребят, я вам скажу одно. Я, конечно, хотела видос снять два года назад, когда мы только переехали. Ожидание-реальность, то если вы хотите переезжать в Питер, подумайте 300 раз. Возможно, вы хотите переехать в старый такой Санкт-Петербург, который вам показывает на картинках, который вам показывает всем туристам, и типа, вот вы тут будете жить. И чтобы вы понимали, я переехала, при этом, как бы, мы ездили, скажем так, зимой на пару дней, топа были по каким-то там культурным местам, и всё. И летом мы переезжаем, то есть за всю свою жизнь в Питере я была всего лишь один раз. И, скорее всего, многие, которые мечтают поступить сюда, в Петербург, жить, работать, все дела, такие вот мечтательные, зефирно-заоблачные у вас цели, ребята, тут точно такая же жизнь, как и в другом, любом городе России. Вот, серьёзно, у меня было такое расстройство первые полгода, из-за того, что мы жили в обычной, советском спальном районе. Ну, типа, ты живёшь в обычном доме, ты не живёшь в старом каком-то доме, где у вас там потолки по три метра, огромные подоконники и окна прям огромные, да, как арка. Ну, я реально думала, что в Питере все так живут, а казалось, нет. А потом я узнала, что есть такое слово, как парнас, и место, как парнас, и жесть, как одевятки, но такая жесть. Спустя год проживания здесь я поняла одно, что лучше жить в спальном районе, потому что в старых вот этих вот исторических местах это, во-первых, коммуналки, во-вторых, там плохо ловит интернет, и там вообще ничего нельзя, и нормальный интернет подключить, как я узнала потом, В плане там нельзя делать самостоятельный ремонт, там остались коммунальные вот эти квартиры, которые вообще ничего нельзя сделать. Чаще всего у них проблемы с водой, потому что у них не установлена вот эта фильтрация, и там чаще всего ржавая вода. И поэтому, ребята, если вы хотите жить в Питере, подумайте, для чего вам это надо. Вот сначала, вот от себя могу сказать совет, вам нужно сначала подумать, зачем вам нужно сюда переезжать. Очень много, я сталкивалась с таким, у меня много знакомых, они говорят, я перееду в Питер, буду гулять по Невскому, фоткаться на пленочные фотоаппараты, пить кофе, там одеваться в секундах, а на какие деньги? Самый главный у меня вопрос, на какие деньги, и где ты будешь жить. Потому что, если ты хочешь жить на Невском, ну, типа, в центре, то тебе нужно... Невский самый лучший райончик. Ой, я, мы с девочками, я думаю, поддержите меня, да, мы терпеть не можем, Невский. Никто не любит, кто проживает в Питере или Коренеи, или несколько лет, который живет, никто не любит Невский, потому что Невский, это самая любимая вот эта улица, где ходят все, во-первых, там очень шумно, там очень, не то чтобы грязно, очень людно, вот эти приставучие аниматоры различные, вот кони эти, или чайники. Никто не хочет, чаще всего там бывать, если вы хотите куда-то погуляться, обычно другие там райончики, типа Черношевская, Горьковская. Все то, что вы думаете про Питер, это просто как на картинке, открытка с картинкой. Нет, ты сейчас слишком как-то загнула, конечно, безусловно, Питер очень красивый, там архитектура вот эта, атмосфера, вайп, есть, безусловно, вот ты сидишь там, я не знаю, в какой-нибудь кафешке, пьешь кофе. В какой раз ты сидела в кафешке, пила кофе? Это все есть, но раз в год, это типа парадная такая, версия, чаще всего Питер, это вот пара нас в Дубенках, ну, то есть, обычно спальный район, но при этом, я хочу сказать про плюсы Петербурга, сейчас я тоже, что раз тоже рассказать, что там раньше, что не нравится, там по себе Петербург, очень добрый город, серьезно, то есть, тут люди воспитаны, даже вне зависимости, человек коренной, или просто приехал сюда работать, жить и учить. Действительно, все более спокойны, и никуда толком не торопятся, опять же, не с кем не берем. Мне очень нравится, мне реально нравится, то есть, никто не нагрубит, в остальном, что еще хотела сказать, в чем прикол Питера, когда вы едете куда-то из спального района, ближе к центру, вы можете куда-то пешей прогулочкой сходить, и найти какие-то клевые места, тут очень развит всякий стрит-арт, то есть, вы можете идти, и мне очень нравятся различные таблички, так как это из очень старого города, может быть написано, там, в этом доме жил поэт, такой-то, такой-то, например, или в годы войны, тут, вот тут была самая такая страшная сторона Питера, таблички про наводнение, я видела, что в каком-то году... Да, в центре Питера есть, там до сих пор висят, висят вот эти громкоговорители, старые, да, таблички старые есть, то есть, вот такие вот вещи, мне очень сильно симпатизируют, что столько времени прошло, а это осталось. Еще проблема в том, что про историзм-то я начала как раз говорить, есть, конечно, такие факторы, меня вот первый год прям вообще поразило, тут не особо-то таки развита вот эта вся коммунальная структура, в центре довольно-таки грязно, в плане мусорок, то есть, мусорок вообще, его толком не можете найти, самую первую, ну, то есть, в чонок когда идешь, мусорка на каждом шагу. В центре тебе нужно ее еще и поискать, они не успевают ни снег убрать, ни ничего убрать, ни листья не могут убрать. Проблем с... А еще, если это идет какое-то старое здание там, они его пытаются типа реставрировать, каким образом? Они его не реставрируют, а просто берут марлю зеленую, обклеивают здание, и все, оно несколько лет так и стоит, его никто не реставрирует, то есть, всем в этом плане почему-то плевать на старые постройки. Девочки, у вас? Что мне в Питере очень нравится, это сразу бросается в глаза, у них другой стиль. То есть, когда вот мы ездили в Москву к Ярику, совершенно два разных просто стиля в Москве и стиль в одежде. Как-то аутфиты разные. Тут в Питере как-то более расслабленно, люди одеваются как в бомжи, вот, ну, такое, знаете, даже вот наша мама приезжала, говорит, вы что, все вот, мы просто с девочками втроем ходим к толстовку и пальто. Все. И шарф. Ну, и шарф, да, и кроссовки. Я всегда шарфом, ты что такое говоришь-то иногда? Мама, мама, я хожу шарфом. Мне стиль здесь намного больше нравится, люди не парятся о том, как они выглядят. Тут все расслаблено, удобно, практично. Здесь очень много парков, скверов, места, где можно просто прийти, посидеть на траве, там на сканьячках. Что парки есть и в спальном районе. То есть, мы на прошлой квартире тоже был парк с прудом, там еще были утки. Девочки особенно летом ходили по вечерам туда читать, прикиньте. Мне кажется, Питер влияет, и ты начинаешь читать, потому что я тоже начала читать. Да, и вот мы сейчас на нынешней квартире, у нас такой вот мини-парк есть около дома. То есть, вот наши окна уходят на парк. То есть, ты можешь вечером сходить, серьезно посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом, реально свежим. И это прямо отдельный лайк, да, я вот забыла эту комнату. Так, ага, что еще? Что столовая здесь очень дешевая и вкусная, и ничего постыдного нет в том, что ты столовая питаешься, потому что, когда мы жили в Челнах, у нас и столовки-то не было вроде, да, в городе? она не так, почему-то система это вот... Не так популярная, типа, но это действительно столовая, это самая крутая вещь, которую, мне кажется, люди придумали. Это очень дешево и вкусно ты ешь домашнюю еду, а не мак. А что вы понимали, перед записями мы ели мак. Почему-то в Питере как будто бы мне так кажется, что очень любят грузинскую кухню. Очень много здесь этих ресторанов, кафешек с грузинской кухней хачапури, чтобы вы понимали, с девочками грузинская душа восточная. Мы обожаем хачапури. В Питере очень много ресторанов, кафешек с очень вкусными хачапурями. Вот, кстати, выбор между маком и хачапурькой, я выберу хачапурь. Люди вообще другие, на самом деле. Я даже маму удивил, что, типа, реальные люди. Мы даже где-то в дереве мы стояли, подходит бомж. Ну, видно по нему, что он бомж. Мама такая сразу, наверное, сейчас где-нибудь начали просить. А он такой, дамы, вы не подскажете, сколько время? Такой право вежливый. Таким мамам сказал, сколько время. Такой, спасибо большое вам. На здоровье всего. Прям, ну, блин, люди вообще другие. Даже не то, что которые здесь живут, а приезжие. Вот я соглашусь, даже ты когда приезжий, как-то более вежливым становишься. А минусы что тебе не нравятся? Мне не нравится. Ну, Маш, спрашиваю, пока я погрел. Дорогое метро. Точно, как я могла... Машуля, молодец, умничка, спасет. Метро, это просто... Да это жесть. Чтобы вы понимали, проезд в Питере дороже, чем в Москве. Даже у меня, по моей карте, петербуржца, метро стоит 39 рублей. Это как бы по скидке. По дорожнику, там, 42 или сколько-то там. 41. Ну, блин, и метро при этом, ну, и вообще наземный транспорт, любой транспорт, почему-то каждый год дорожает. Вам нужно рассчитать. Девочки брали раньше посуточную, так как нам приходилось еще с пересадками ездить, да, до метро. Про метро... Девочки, я знаю, что мне еще бесит. То, что... Вот не знаю, как в Москве, но вот каждый год говорят о том, что сейчас мы откроем ветку метро. Ой, да. Сейчас все у нас будет в итоге. Ничего! Каждый год они откладывают вот эти шушары, которые год назад открыли. Их строили там, не знаю, миллионы лет. И тебе приходится ездить еще до метро, чтобы вы понимали, это очень сложно по карману и по времени, и пипец. Это ааааа. Если вы будете переезжать все-таки в Питер, то ищите квартиру в пешей доступности до метро, если у вас есть возможность. Хотя цены одинаковые. То, что у вас будет до метро в пешей доступности будет такая цена квартиры и та же самая, допустим, там, двушка. Двушка, до которой нужно будет еще пердолить, также будет стоить. Вы можете столкнуться с тем, что вам не все арендодатели будут сдавать квартиру, потому что их будет смущать, что, типа, вот вас так много. Ну, если вы, допустим, как мы собираетесь, мы наши четверо, еще плюс один мальчик, животный, у нас как бы целый табор цыганский. И не все арендодатели готовы вам сдать квартиру. Да, почему-то всех напрягает, что у нас, например, три девушки, один парень, и такие ааа, оа, оа, аа. Нам очень часто отказывали. И хотела сказать насчет плюсов Питера, что мне нравится в Питере, что здесь можно съездить в пригород. И здесь очень красивые маленькие вот эти городишки. Ну, Ленобласти, короче. Ленобласти очень красиво, есть очень красивые локации, места, и можно доехать за рублей 60. Ну, это электричка. Ну, электрички, и ты спокойно доезжаешь, гуляешь, и обратно приезжаешь. А у остальных нет таких вот городов такой системы? Не знаю, честно, вот не видела. В чиктоке мне просто очень часто попадалось только про Питер, про Москву один-два. А, главный Питер из Питера как вам обеточки добыть? Булочные Вольчика? Ну, это чисто тема Питера, да. Это вообще... У нас есть любимая сеть пекарен, которая облучная, называется облучная Вольчика. Это обалденное место, потому что они делают... Как объяснить, в чем их прикол? Потому что есть примерно такие же, но вот почему-то Ольчика среди всех вот этих пекареней и облучных очень сильно выделяется. У них очень наступны цены, у них есть скидки после там 9 или 9.30, я сейчас точно не знаю. У них молодой персонал. Мне почему-то очень нравится, когда молодые ребята работают. Блин, мы мечтаем, чтобы у нас рядом с домом сделали булочную, потому что на прошлой квартире была такая возможность, и мы каждый вечер, особенно на карантине с Сашей, ходили по вечерам, ели эти булки. А я потом думаю, почему у меня немножко подошло? Там есть все. Хлеб у них очень вкусный. Десерты разные. У них даже капучино, он, конечно, очень жирный, вот с этими жирными слипинами, он такой вкусный. Поэтому, если вы будете в Петербурге проездом-непроездом, обязательно посетите любую булочную, они все одинаковые. То есть, хоть я и смотрела в Двагессе, везде печатают по-разному, что где-то там и вкусные, пирог где-то вкусный. Блин, они все одинаковые, вот сходите туда, попробуйте. Когда мы первый раз пошли, я, естественно, вообще ничего не поняла при поле, а то, я просто поняла, что это, это вау. Бисерный подкаст. Ребят, скажите, пожалуйста, вам нравится смотреть подкасты или может слушать, потому что мы с Дашей, у Дашей была такая же проблема, что мы сначала не могли именно слушать подкасты. Смотреть. Ну, если это видео-подкаст, тут надо разграничить, вот если ты на Яндекс.Музыке как бы слушаешь, то ты его слушаешь. А вот если вот подкаст именно на Ютьюбе, мне сложно услышать. Я думала, что тебе на Яндекс.Музыке тоже сначала сложно было говорить. Ну, сложновато. Вот я и говорю. А, ну ладно, говори. Сначала было как-то на Яндекс.Музыке очень сложно именно слушать. Ну, по крайней мере, мне до сих пор сложновато именно в аудиокниги вникать, в подкасты вот эти. Есть ли какая-то тема не очень интересная? Я слушала подкаст про одно расстройство, но там очень интересно, я прям вникала. Это студии-либо-либо делают, они интересно делать сами себе подкасты. Вот, очень интересно. Есть те, которые... Ну, смотрите подкасты. Я обожаю смотреть подкасты подкасты Кузьмы, Юлика Ивласова. Ну, в общем, я люблю именно если смотреть, то смотреть. Но слушать мне пока очень тяжело. Если мне что-то интересно, я начинала слушать подкаст про историю России, про переворот. Я его три дня подряд слушала заново, чтобы вообще вникнуть, потому что я как слушаю когда по утрам собираюсь на работу. Я не могу, мне это слишком сложно. Думаю, напишите, пожалуйста, как вам легче смотреть или слушать. Я просто, наверное, думаю, что проблемы во мне. Да нет, слушай, мне кажется, это недавний формат такой относительно. Это вот как, помнишь, до тебя с интервью пришел и все начали интервью снимать? Ну, не знаю, почему. Сейчас подкасты то же самое, потому что YouTube сейчас немножко переквалифицируется. То есть, раньше были просто смешные видосики, сейчас длинный формат, сейчас пошли на подкаст. Кстати, пока ты что-то говорила про Россию, я вспомнила музей и я хотела дополнить про Петербург, о том, что если вы студент или школьник, пользуйтесь этим. То есть, вы очень много можете мест пройти бесплатно или получить скидку довольно-таки добротную. Поэтому, если у вас есть студенческий, у студенки, неважно, очного, заочного отделения, пользуйтесь своим студенческим, он реально вам пригождается. Вот даже мы учимся на заочке, у нас даже студенческие просроченные. Еще скидку вам дадут? Не забывайте, пожалуйста, а то я один раз забыла, мне скидку не дали, пришлось как взрослые платить. Бисерный подкаст. Что там у тебя? Показали. Что там для? Я не знаю. Николь. Я сейчас хочу вам показать. Перстень от Маришки. Это же закладка. В смысле, вот закладка. Я хочу сказать забавный факт. У Даши в книжке закладка, знаете, как моя фотография для паспорта в 14 лет. Да, это правда. Знаешь, мне кажется, это так репово, когда я еду в метро и люди такие. Мало того, что я какую странную книгу читаю, я читаю «Моя тело дрянь», там про вообще наше тело рассказывала. И у меня эта закладка, блин, а фотка 14-летней, я всегда, знаешь, как бы закрываю ее, чтобы не было у людей вопросов. Блин, вот что бы ты подумала? Вот едет, короче, девушка. Такая странная закладка. Вот скажи честно, вот сейчас, давайте мы не будем мулканить. Заглядываете ли вы в книжки других людей? Я заглядываю в книжки, когда люди играют в игры. Слушай, очень много в игры играет. Даже вчера или когда мы ехали, очень много этих играло в дурака онлайн. Я очень люблю смотреть, когда они собирают слово в ряд или еще чего-то. А ты хочешь подсказать им на ушко? Я помню, я как-то ехала, и одна женщина так тормозила, я уже успела три-четыре слова собрать, а она сидит, надо одним что-то думать и думать. Я прям, я вот прям, ну, про себя говорю, вот же, вот же слово, вот как бы тигр, что ли, или что-то такое было, легкое еще слово. Она как будто меня прям услышала, такая, ох, тигр. Я такая, просто я вот заметила даже сегодня, мне стало интересно, кто ли это читает. Не именно вот просто узнать, что за книга, вот не именно вчитываться в текст, вот сидеть вот так вот над человеком, а вот узнать, что за автор, что за книга. Чаще всего читать классик. Тут должна быть реклама, знаешь, что бы мне поделать, только бы не почитать. Что бы мне поделать, только бы не почитать. Это самая лучшая передача, которую я видела. Это моя любовь, я их уважаю смотреть. Давай расскажем зрителям вообще, может быть, кто-то и не слышал. Есть такой чувак, Женя Каленькин, он раньше был в Смутано ТВ. Это он у шоу как раз. Я открыл свой шоу, который называется «Что бы мне поделало, только бы не почитать». Суть шоу в том, что у него есть подруга Даша Касьян, и она очень любит читать. То есть она не литературовед, ну просто вот по жизни любит читать. Девчонка такая странная, ну бывает такие, бывают такие люди. И она рассказывает доступным языком про какого-то автора и его книгу, интересную, которую она читала, перечитывала. И вот рассказывает, почему стоит прочитать то или иное произведение. И вы прикиньте, сначала я смотрела по угару, потому что они очень смешно шутят. Это такое типа хихи-ха-ха, и как забавно, интересно смотреть. Я посмотрела их первый сезон, что вы понимали, я начала читать. Это очень странно. То есть не важно, что вы читаете, какую литературу, но вот инструкция по применению не особо-то литературой считается, но вот какую-то книгу, например, которая вам понравилась, или которую они рассказывали в своем выпуске, «Он оказывается интересно читать». Прикиньте, это все из-за Юлии, и она меня так распиарила, я посмотрела их сезон, и сейчас начала читать. Я рада, что Даша начала читать. Может, умные слова какие-то узнают. Я читаю такую специфическую литературу, но нет, почему я не называю специфическую? Прикол в том, что я начала читать только после того, как закончила школу, закончила колледж, и вот только тогда я поняла, что «Вау!» Это классическая литература, которая очень даже интересна, а почему она в школе этого не преподобала? Ну, понимаешь, потому что вот даже вспоминаю, я «Мастера Маргариты» прочитала просто потому, что я хотела утереть нос тебе преподавательницы. Типа сказать, «Ну, я же читала!» А она даже не спросила, и сказала, «Давайте новое произведение будем смотреть». Я такая, «Я что, заряд читала?» Из-за того, что у тебя есть дедлайн, и ты такой, «Блин, мне надо прочитать». Мне кажется, из-за того, что тебе нужно что-то из этого текста понять, а тебе нужно понять то, что... Что понял другой человек. Вот это мне очень нравится, и я читаю, когда я иногда даже половину не понимаю, и... Переходится перечитывать. Не то, что перечитывать, я в этом не нахожу никакого скрытого смысла, а потом люди находят в этом скрытый смысл. Я такая, «Да?» Но я читаю с своей удовольствием, потому что мне нравится погружаться вот в эту атмосферу. Допустим, я узнала, что... Вот в Каренине вроде я читала, и там говорили, «Кофем». А пился кофем. И когда я начала это употреблять, Даша надо мной до сих пор стебелся. Ну, мне почему-то это так забавляет. Это прикольно, типа, звучит. Кофем пахнет. Мне еще, знаешь, что прикалывает? Мне кажется, у вас есть тоже такие друзья, знакомые, родные и близкие, которые прочитали какое-то произведение, и на это произведение есть фильм. И обязательно надо посмотреть этот фильм, чтобы сказать, «А вот в книге совершенно по-другому!» Вот то же самое мы смотрели на Каренину, но она мне посимпатизировала, потому что, наверное, актриса там... Какого она там? Киро Найтли? Да, вот у меня как бы стало интересно прочитать, потому что Юля сказала, что там половину вообще не показали в этом фильме. Вы еще какой-то Гюго же, да, был? Человек, который смеется? Да. И я что-то так посмотрела фильм, и я такая, тебя... Книга очень интересная. Маш, тебе как понравилась эта книга? Тебе как понравилась? Она тебе понравилась, или у тебя просто выбор... Селия понравилась, но не очень. Ты так тупо. Само произведение интересно тебе, когда люди страдают. Знаете, что я хотела сказать, как мы начали говорить про книги, я, по-моему, уже рассказывала в моментах жизни о том, что девочки очень быстро читают. Ну, по сравнению со мной. То есть мне нужно прям вчитаться. У меня должно быть какое-то конкретное настроение. Что бы я захотела прочитать. А девочки, как семечки, эти щелкают книги. Мне одну книгу, например, мне нужно месяц осилить. А Мария вообще за пару дней вечеров. Даже не дней, просто вечеров. Просто, Даша, проблема в том, что ты читаешь только в метро. Ну, в этом весь какой-то этот... Потому что у меня была метровская книга. Я ей даже подарила книгу про друзей, чтобы она читала ее не только в метро, а и дома. Блин, я еще не почитала по книгам. Она очень странно еще любит делать. Ты берешь, несколько книг начинаешь читать, и просто в разное время разные книги читаешь. Ну да. Тупо. У тебя нет. Поэтому ты и читаешь. Поэтому ты и читаешь. Поэтому я вообще сейчас это читаю только одну. Я и так не люблю. Я вот если два, я дочитываю. Так ты же сама читала несколько книг за раз. Таких тогда? Таких тогда. Если это разный жанр, то почему бы и нет? Типа ты отвлекся. Есть что-то тяжеленькое, а есть что-то легенькое. И ты такой легенький. Хоп-хоп. А тяжелое тебе нужно осмыслить это все. Бисерный подкаст. Мы три часа в итоге все плели. Машулька у нас сплела свое кольцо-ковер. Вот так вот кем-меси, как учили. Кем-меси. Да, так видно так. Но отличилось у нас... Да ты можешь сидеть нормально. Но отличилось в нашем бисерном пути, конечно же, Юлечка. Потому что она сделала и колье с вишенками. И росточек-браслет. И колечко-минимализм. Ну не такое, конечно, полотно, как у Маришки. Но мы еще учимся. Так что до Маши нам еще далеко. Мы, конечно же, это все разыграем. То есть у нас будет сколько с вами победителей? Раз, два, три, четыре, пять. Пять победителей будет. И каждый что-то получит от нас. Правила конкурса будут очень простыми. Написать любой комментарий. Понравилось вам этот видео с ним, понравилось. Потому что мы первоначально думали, что это будет просто DIY. А это получился подкаст DIY. И подписывайтесь на наши инстаграмчики. Вот Маришкин, вот Юлечкин и мой. Подведение итогов будет в моем инстаграмчике. В котором, рандомным способом, мы выберем пять счастливчиков, куда что отправиться. Как-то так. Спасибо большое, что посмотрели нас. Все. Давайте. Пока. Делайте вид, что мы не встали. О, вот это да!